Возьмите. Говечка. Вы максимально освобождаете, да, получается, кости? Да, чтобы понять, какого первого поднимать. Мы сейчас освобождаем всю территорию, как говорится, где можно зачистить, и понять, какой верхний какой. То есть мы их отдельно будем каждого поднимать. Ну а вот так по повреждениям можно уже судить? Здесь как бы мина, да, минометный снаряд был? Нет, это сбросили их просто в яму. Но они погибли. Они погибли, и их туда кучей свалили. Здесь в основном все сбросы. Ну это советские, да, красноармейцы? Да, да, это можно. Только я не знаю, пока еще ничего не попали. То есть вы обнаруживаете провал, и продолжая исследовать его щупом, если натыкаетесь на что-то, значит, есть останки, да? И тогда начинается раскоп после этого, да? Мы оттыкаемся на железо, либо на кость. Ну вот в кость просто трудно попасть, потому что достаточно маленький. Если несколько останков, тогда, конечно, просто... Сколько бойцов, как они лежат, потому что делать дальше. Потому что вы должны сюда прийти с первого бойца. Ничего страшного, думаем зачем, когда это надо. Просто рядом с утром. Постал. Значит, при проведении экзаменационных работ обязательно вставляется протокол экзаменации, в котором заносятся все основные самоданные с места, так скажем, подъема. Вот здесь им дата, кто проводил, когда проводил, какие, соответственно, фотографии. То есть все это должно быть задокументировано и зафиксировано именно на фотографии, чтобы потом, когда при проведении самодальнейших исследований, можно было использовать данный материал для более точной идентификации, соответственно, данных военнослужащих. Мороз! Министерство обороны здесь выставило палатки, Министерство обороны предоставило кухни для питания, поисковая экспедиция. Министерство обороны предоставило технику для того, чтобы отвезти людей, занимающихся поиском, до мест поисковых работ, кто работает в отдалении. Ну вот так. Ну а вашим бойцам уже удалось что-то здесь найти? Да, на данный момент у нас подняты останки троих военнослужащих Красной Армии. Увы, без именных вещей, без медальонов. Также работали по работаем по двум оскверненным захоронениям. Они были оттуда, поисковики в свое время вытащили все крупные кости из захоронений, а все мелкие поставляли там ребра, позвоночники, фаланги, куски черепа. И вот у нас сейчас ребята занимаются зачисткой, чтобы в любом случае все останки должны быть погребенные. И то, что мы бросили, ну это на их совести будет. Наша задача по максимальному зачистить этот район, чтобы не было этих останков, не валялись они просто так вот, без погребения. Продолжение следует... Продолжение следует... Рыбин Филипп Михайлович, рядовой 1904 года рождения, Новосибирская область, Куиндинский район, Метелевский сельский совет, деревня Березова, Рыбина, Матрёна, возможно, там. Ну это жена, скорее всего. Призван Куиндинским РВК. По базовым данным он пропал без вести в марте 1942 года. Это вот как раз это самое. Ну, плюс 40... Если минус 3 месяца, это как раз январь 1942 года. Пока мы учились. На каждого бойца, да? На каждого, да. Принесли, сколько косточек принесли, столько мы отметили. Какая косточка есть. Вот до пальчика. Какие зубки. У кого протез, у кого не протез. Даже если у него медальон, не медальон, все вот так вот отвечают. В каком состоянии кости описываются. Показания. Продолжение следует...